Диана Сапарбекова В очередной раз продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса. Память Сакена Сейфулина почтили в Астане. Сегодня исполнилось 129 лет со дня рождения великого казахского писателя и поэта. Представители интеллигенции и жители мегаполиса возложили цветы к мемориальному комплексу. Участники акции говорили о творчестве народного деятеля, его вкладе в литературу и общественно-политической жизни Сакена Сейфулина. Сакен Сейфулин прожил короткую жизнь, 43 года, но оставил красивый след на земле. Он, будучи председателем Совета народных комиссаров в городе Оренбурге, 22-24 годы, он много сделал для Казахстана в экономике, банковской системе, по укреплению границ обороны, будучи поэтом и писателем. Этот город, он город Сакена Сейфулина, этот город, который поднял, он по этим улочкам ходил. Здесь история, как говорится, оживает. Два раза в год мы приходим в музей, это уже на протяжении 35 лет музей существует, они сохраняют эту традицию. Мы по возможности стараемся приходить всегда на эти мероприятия. Сегодня в Казахстане отмечают День работников лесного хозяйства. Свой профессиональный праздник сотрудники 10 филиалов и почти 40 лесничеств природного резервата семьи Ормане начнут с минуты молчания в памяти о 15 погибших во время крупного лесного пожара, произошедшего этим летом в области Абай. Трагедия обнажила многолетние проблемы отрасли. Асем Утешева продолжит. В Батпаевском лесничестве Ирма Трушина работает почти 40 лет. Начинала оператором радиосвязи, теперь на руководящей должности. Территорию веренного участка, а это 118 тысяч гектаров, знает хорошо. Поэтому в тот злополучный день, когда пожар начался в труднодоступном месте, отправила на Тушене всю имеющуюся технику. Мы же и вовремя помощи попросили, и все, и техника не дошла, ломалась по дороге. Четыре машины сломалось сразу. Без слез невозможно говорить об этом. Это вообще. Мы столько посадили этого леса, столько его сберегли. Но сейчас обратили внимание на лесную отрасль, что помогают сейчас и запчастями. Нам выдали запчасти, и поступление техники новой идет. Как бы там ни было, положение выравнивается уже сейчас. На обновление материально-технической базы, покупку новой техники и спецобмундирование из государственного и областного бюджета выделили почти 2,5 миллиарда тенге. Посильную помощь оказали и спонсоры. От общественного фонда Ахьер Тес лесники пяти филиалов получили патрульные машины. Новые машины на базе УАЗ Патриот. Высокая проходимость. Это как раз по нашим труднодоступным местам, по лесам. Кроме этого, мы получили 20 мотопомп с России, город Челябинск. 192 ранцевых опрыскивателей. Автопарк потихоньку обновляется. Много организаций, которые нам помогали, общественных. Заработная плата у нас с июня месяца поднимается. Госинспекторам на 100% подняли. Пожарникам, водителям, трактористам подняли на 70% заработной платы. Сейчас у нас идет обеспечение со всеми техниками. Техникой. Сейчас приобретаем с республиканского бюджета 10 КАМАЗов проходимых. 14 автомобилей малого, малолесной пожарный комплекс и обмундирование для пожарных дружин. Этот год для работников лесной отрасли выдался трудным. Однако самое сложное еще впереди. На выгоревшей территории в 65 тысяч гектаров леса надо провести комплекс мероприятий перед вырубкой. На текущий момент отведено порядка 600 гектар из сгоревшего объема. Но, сами понимаете, объем большой. Работа продолжается. Отвод и таксация будет производиться параллельно с заготовкой в этом году и в следующем. Поэтому работа предстоит большая. Расследование по делу пожара идет по сей день и находится на особом контроле Генеральной прокуратуры. День работников лесного хозяйства. Сотрудники 10 филиалов и порядка 40 лесничеств начнут с минуты молчания, чтобы помянуть своих товарищей, которые пожертвовали свою жизнь ради защиты леса. А всем утешимом идет Мирханов, берег Жаблайлы, Хабар, 24, область Абай. 13 километров теплосетей заменили в Абайском районе Карагандинской области. В прошлом году наши корреспонденты готовили серию репортажей о том, как мерзнут в квартирах жители самого районного центра Абая. Теплосети и насосные станции сильно изношены. Как прошла подготовка к зиме в этом году, расскажет Марина Золотарева. Источник тепла в Абайе – Топарская ГРЭС. Она расположена в 20 километрах от города. Теплосети и три насосные станции сильно изношены. Они эксплуатируются больше 30 лет. Только на этом участке трубопровода, который доставляет в город Абай кипяток, прошлой зимой были теплопотери до 20 градусов. Три километра в этом году заменили. Для подготовки к отопительному сезону на 2023-2024 год в Абайском районе проведены работы на общую сумму. С бюджета выделено областной и местный бюджет 1,6 миллиарда тенге. То есть таких крупных работ ранее не производились. Вообще планируется поэтапная замена всей магистрали. В прошлом году температура в квартирах Абайцев варьировалась от 15 до 20 градусов. Горожане не понимали, почему батареи горячие, а они мерзут. Тепловая аномалия наблюдалась в разных домах. Эксперты ее объяснили проблемами в системе распределения. Тогда же создали комиссию, которая разбиралась с каждой жалобой потребителя. К центральному теплоснабжению подключены 252 многоэтажки свыше тысячи частных домов. У нас были проблемы, потому что где-то какие-то трубы были неправильно соединены, у нас шли там диаметры разные. А также проблемы у жительцов в квартирах. В подвале делают подачу, дают хорошую. В подвале все хорошо, в квартире холодно. Это запослушано. В нашем доме мы смогли достучаться. Получается, мы везде поставили краны Маевского. Все по району заменили 13 километров теплосетей. Однако модернизацией нуждаются практически все трубопроводы и три насосные станции. По словам местных властей, разработан поэтапный проект, который требует больших финансовых средств. Марина Золотарева, Сайлау Ильиков, Зарина Золпыхар, Карагандинская область, Хабар-24. Натуральное мыло начали выпускать в Карагандинской области. В Балхаше это первое подобное производство. При изготовлении продукции используется животный жир без химических добавок и примесей. Сырье поставляют местные фермеры. Цех открыл начинающие предприниматели, изучившие технологию мыловарения. Пока предприятие поставляет продукцию на Балхашский медиплавильный завод. В планах производителя расширить ассортимент и обеспечить отечественным мылом жителей области. Наша мощность 4000 кусков в сутки. Пока работаем в полсилы. Большое внимание уделяем качеству. Думаем о производстве мыла в жидком виде. Мечтаем сделать наше мыло своего рода брендом города. В Афганистане вновь произошло мощное землетрясение. Магнитудой составило 6,4. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился в 36 километрах к северу от города Герат, в котором проживает больше 270 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Напомню, уже вторую неделю подряд страну потрясают сильные подземные толчки. Число погибших в результате превысило 2000 человек. В Марракеше начались работы по восстановлению кварталов, пострадавших в результате разрушительного землетрясения. Первыми отреставрируют туристические объекты, которым был нанесен наибольший урон. Землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни почти 3000 человек по всей стране. В столице разрушился ряд знаковых достопримечательностей. Многие из них находились под охраной ЮНЕСКО. Министерство культуры взяло на себя обязательство полностью восстановить архитектурные памятники. По данным властей, реставрация может занять почти 6 лет. Самая большая задача – найти правильный баланс сохранения наследия с использованием современных технологий. В этом процессе необходима осторожность. Мы должны сохранить дух здания, но при этом учитывать безопасность. Австралия не поддержала конституционное признание коренных народов на референдуме. Власти предлагали закрепить создание специального консультативного органа под названием «Голос». Он бы давал советы и консультации по вопросам, касающимся коренных народов. Защитники надеялись, что инициатива приведет к более эффективному предоставлению госуслуг и улучшению жизни коренных народов. Но почти 60% избирателей выступили против. Сейчас по большинству социально-экономических показателей коренное население Австралии – самая бедная часть населения страны. Я думаю, что наступит период горя, и вся нация должна оплакивать упущенную возможность. У нас был шанс добиться реальных перемен. Мы – большая часть нашего сообщества. Наши коренные народы все время говорят о решении проблем. И правительство пытается что-то для этого сделать. Но теперь возможность упущена. Айтыс, казахские песни и национальные костюмы продемонстрировали в Сеуле. В Южной Корее прошел фестиваль культурного обмена со странами Евразии. Чем заполнился Казахстан с сеульцем, узнал наш собственный корреспондент Владислав Цой. В парке на берегу реки Хан у каждой из восьми стран Евразии была своя палатка. В казахстанской южнокорейцы могли познакомиться с инсталляцией кочевники – дизайнера Эрзы Турсанзады. Здесь традиционный казахский стол, домашняя утварь и предметы быта. Курпи и подушки, украшенные узорами и петроглифами, специально на выставку изготовили многодетные мамы. Я очень уважаю работы из Казахстана с ручной вышивкой. Увидев инсталляцию, я был настолько поражен красотой, что захотелось как-нибудь побывать в Казахстане. Очень красивые узоры. Заслуженная артистка республики Майера Ильясова и этнофольклорная группа «Хорхэт» исполнили для местных жителей казахские песни. Зрителей на трех языках поприветствовал айтыскер Данияр Алдебергенов. Казахстанский дизайнер Тарабия Айдымбаева привезла в Сул 30 костюмов. Это национальная одежда, но носить ее можно в последневной жизни. Казахскую одежду продемонстрировали южнокорейские студенты, а также семья посла нашей страны в Южной Корее. Пройти по подиуму в казахской одежде посчастливилась и студентке Ли Данби. Девушке понравились национальные украшения и саокеле. Костюм на вид громоздкий, но создает впечатление безопасности. На ощупь очень приятный. От этого становится тепло на душе и, в общем, ощущается теплота. В этом году казахстанские артисты стали чаще выступать в Южной Корее. А местные блогеры и СМИ увеличили число упоминаний нашей страны. Возможно, это и повлияло на поток корейских туристов в Казахстан. За шесть месяцев этого года он увеличился втрое. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Канадская художница написала программный код, благодаря которому роботизированные руки могут рисовать на холсте. Программа позволяет роботу интерпретировать произведения искусства, чтобы черпать вдохновение у их создателя. Идея пришла в голову Сагвен Чан в 2016-м. С тех пор она написала пять вариантов кода для рук роботов. Сначала они копировали рисунки художницы, повторяя за ней движения. А теперь они могут самостоятельно управлять кистью для рисования. Руки изготавливаются по индивидуальному заказу китайской компании, которая использует строки кода Чанга. Работы в соавторстве с технологией уже выставлялись в музеях Нью-Йорка и Женевы. Новая выставка пройдет в Доме изобразительных искусств в Лондоне. Между процессом кодирования и работой с технологиями существует некая дистанция. Поэтому я подумала о том, как воплотить свой собственный стиль, научиться рисовать по-другому, работая с искусственным интеллектом и робототехникой. К этому часу это вся информация. Увидимся позже. Субтитры создавал DimaTorzok